Мы наконец-то получили ответ для Жанель Шаймардановой. В одном из прошлых выпусков нашей программы мы рассказывали о нелёгкой ситуации мамы двоих детей. Старшему сыну Жанель, Димашу, сейчас 5 лет. В 3 года у мальчика обнаружили задержку речевого развития, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Именно это натолкнуло её на мысль открыть специализированный детский сад для таких же малышей, как и её, особенный ребёнок. Садик женщина открыла. Спрос оказался настолько велик, что сейчас уже больше ста детей столицы здесь обучаются по специальной программе. С ними работают 19 педагогов. Но уже очень скоро все они могут оказаться на улице. Дальнейшая деятельность уникального дошкольного учреждения под угрозой. Без финансовой поддержки государство Жанель Шаймардановой не справится. За помощью она обратилась в городской Акимат. Но кроме отписок тогда ничего не добилась. Я написала на имя Жангозина. Это председатель комиссии и вообще начальник управления отдела образования. Вот подписи всех родителей. Здесь 101 родители. Просим вас выделить в эту организацию, так как мы перешли сюда и так далее. Вот такой план. Организация сейчас расширяется, берёт ещё особенных детей и так далее. То есть я начала говорить про свой проект. Почему-то мне потом письмо вернули, точнее меня позвали и попросили отозвать, обещав, что в январе продержись до января. В январе месяце ты будешь участвовать заново, и мы тебе тогда выдадим дотацию. Знать точные сроки, когда же они получат субсидии, это единственное, чего хочет Жанель и родители всех воспитанников специализированного детского сада. На этот вопрос нам ответил руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения управления образования столицы. Мы со своей стороны исполнителей на сегодня в курсе этой проблемы и делаем всё для того, чтобы оказать содействие в рамках закона, чтобы вопрос решился положительно. Вопрос не в том, что кто-то не захотел, а вопрос в том, что на тот момент, когда новое ТО подавало документы в январе месяце, оно не соответствовало требованиям закона. Следовательно, комиссия не могла принять положительное решение по данному вопросу. То есть юридических оснований не было. Но теперь возникает вопрос у нас. Неужели в течение этих месяцев, что Жанель Шаймарданова обивает пороги чиновников, ей никто так и не указал на ошибки в документах? И как теперь быть хозяйкой детского сада? Мы будем держать связь с Жанель. Раз уж в управлении образования пообещали помочь, то искренне хочется верить, что уникальный садик не закроют. А получать специализированный уход в нём смогут ещё больше особенных детей.